Вы все время, кстати, вот акцентируете, что вы грузинская женщина, при том, что мать у вас армянка, и мы знаем, что во многих культурах вообще на самом деле национальность определяет именно по матери. Вы армянкой себя никогда не ощущали? Знаете, сложный очень такой вопрос, провокационный, потому что грузины и армяне всегда в этом смысле спорят. Знаете, Булгаков еще говорил, что вопрос крови самый сложный, один из самых сложных вопросов. Скажем так, вы знаете, я же выросла в Советском Союзе. С одной стороны, я, конечно, хорошо говорю и на армянском, и на грузинском. Меня воспитывала армянская бабушка, а в то же время меня летом отвозили в грузинскую деревню. И для меня эти две культуры шли параллельно, естественно, с русской культурой, потому что меня изначально папа отдал в русскую школу, причем не в самую обычную, он отдал мне в школу для детей военных. Военных, да, я читал в Википедии, хотел спросить, почему так. Это особенная школа, в ней в основном учились дети военных, вот как раз те самые ребята при Кате Поле, кого привозили, кого-то на три месяца, кого-то на год, кого-то на полтора года. Поэтому мне очень много одноклассников живет в Москве. То есть в Москве, Подмосковье они просто переехали. Почему так? Потому что папа был за мультикультуру. Папа считал, что очень важно иметь широкое образование и широкий кругозор, за что я ему крайне благодарна, потому что меня на самом деле 1 сентября мама отвела в грузинскую школу, чтобы я получила грузинское образование. В грузинском смысле на грузинском языке. Да, а папа пришел в эту же школу, это было очень смешно, 1 сентября меня забрал реально и отвел в русскую школу. И так я и закончила русскую школу. И очень ему признательно, потому что понятно, что грузинский и армянский шли автоматически. Русский тоже, потому что мы дома всегда разговаривали с мамой. А то есть дома коммуникация была на русском? На трех языках. Это сейчас стало может быть. А как на трех? То есть папа знал армянский, мама знала... Мы между собой. Мама с бабушкой, когда не хотели, чтобы папа понимал, о чем они говорят, они на армянском. Когда, соответственно, не хотели, чтобы бабушка все до конца поняла, все переходили на грузинский. Мама у меня говорит и на армянском, и на грузинском, естественно. Бабушка не говорила. Это сейчас стало очень модно говорить про билингов, потому что чем хорошо вот такое проникновение языка изначально в большом количестве языков? Ты не переключаешься. То есть даже если, например, я не очень довольна своим английским, то есть я хочу, чтобы у меня был такой классический адванс, я даже со своим словарным запасом, я же не переключаюсь. Я могу говорить на языке и думать, то есть это одновременно у меня происходит. Я не переключаюсь и не перевожу, в силу знания нескольких языков. Так вот на армянском, понятно, я говорю, хуже, чем на грузинском. Но если я говорю на армянском, то я не переключаюсь, как и на грузинском. То есть я могу говорить и думать, и даже не могу, а у меня это автоматически происходит.